Друзья, мы сегодня с вами начинаем третью главу трактата Бава Батра. Это знаменитый перед Хеска Сабботи. Давайте начнем со вступления. Клалия Дуа Губе Аллаха. Есть известное правило в еврейском законе в Аллахе, что мы всегда удерживаем имущество в презумпции его хозяина. То есть, да, если на тебе, Зура, куртка, а я говорю, это моя куртка? Нет, это твоя куртка. Почему? Потому что она на тебе. И если я утверждаю, что эта куртка моя, я имею право это делать, но я должен доказывать, ты не должен. Иначе это будет безумие, каждый будет подходить, а докажи, что это твой телефон, а где тебя? Ты же отстанешь от меня, телефон у меня в руке. Поэтому Хескат Баалаб, есть такое понятие в презумпции владельца. Да, мой тебе хаберон, а варая. И тот, кто хочет у него забрать, он должен доказывать. Единственное, что это правило, оно отличается в случае, когда речь идет про недвижимое имущество, в отличие от того, когда речь идет про движимое имущество. Потому что все, что касается движимого имущества, за исключением сейчас, не будем говорить про животных, все то время, пока это имущество у него в руке, вот это у меня в руке, это в моей хазаке. То есть, что имеется в виду? Я считаю, пока любое движимое имущество в моем владении, я считаю сему хозяином. И поэтому, если приходит какой-то другой человек и пытается у меня эту вещь истребовать, вот эта вещь, которая у тебя в руке, она на самом деле моя. Я просто дал тебе ее на хранение. Что значит, она твоя? Она просто дал тебе ее на хранение, но она на самом деле моя. О, или я тебе ее одолжил. Но утверждает человек, который держит эту вещь, это неправда. Я у тебя ее приобрел. Или ты мне ее подарил. Мы скажем так. То есть, у них явно противоречие. Это говорит, я тебе не дарил. Нет, ты мне подарил. Удивительно, что тот, у кого она в руке, он в презумпции владельца. То есть, мы говорим, ну, если ты ему реально не подарил, как ты говоришь, это уже у него в руке. Как это у него оказалось, мы уже разбираться не будем. Теперь ты доказывай, что ты ему это не дарил, что эта вещь по-прежнему твоя. Но с землей по-другому. Что даже если я забежал на твой участок и выгнал тебя оттуда, и бегаю по участку, как резанный, кричу, это мой участок. Вот именно. О, ну, предположим, да. Закрыл дверь и кричу, мой, мой дом, да. А рейхен, все равно, хазака за тобой. Куда же я тебя выгнал? Ты хозяин дома. То есть, хозяин земли тот, кого мы знаем, как хозяина дома. Десять лет там, не знаю, Зура живет. Все знают, что это дом Зуры. Тут я его выгнал и кричу, нет, нет, теперь это мой дом. Не пускаю тебя. И говорю, доказывай, что это твой дом. Ты не должен доказывать. Ты говоришь, слушай, я ничего доказывать не буду. Все знают, что это мой дом. Я набираю 0,2 и как бы успехов. Поэтому если Раувен приходит к Шимону и говорит, ты знаешь, что ты стоишь на моем поле? Ух, зулаги беадеха. Ты его просто оккупировал. Ты украл его. А Шимон говорит, амнамшелха гайта. Слушай, не сильно оно было твое, а валька не тихо, но я у тебя его приобрел. Или ты мне его подарил. Под тем же способом. Если Раувен известен как владелец ранее этого поля, поле все равно остается ему его. И теперь Шимон должен доказывать, хоть он и находится на этом поле физически, что это он его приобрел, что ему это поле подарили и так далее. Так вот наша мечта приходит научить нас. Шааббекаркаот ешхазака. Что на самом деле даже с землей есть понятие хазака. То есть вроде как бы с эшхазаканом мы поняли, что есть хазака. О, я держу, ты доказывай. А вроде с полем как бы ее нет. Нет, с полем тоже есть такое понятие. Как-то можно оккупировать поле, лечь, обнять его, я не знаю, сейчас мы поймем, чтобы оно очень хорошо, да. Да, Гадер, например. Сейчас увидим. То есть есть что-то, что может сделать новый, приобретший поле с этим полем, чтобы презумпция от прошлых хозяев перешла к нему. И это будет доказательством тому, что он действительно теперь владелец этого поля. Что же он должен сделать? Как можно с полем, что же он может с ним сделать? Но это дело не быстрое. Это называется хазака трех лет. Если я заехал к тебе в квартиру на три года, и никто ко мне не приходил, не говорил, что ты здесь делаешь, а потом вдруг приходит хозяин и говорит, эээ, уходи, моя квартира. Мужик говорит, слушай, странно, как бы три года живет человек на этом поле, ты почему-то слова не говорил, а сейчас ты вдруг проснулся. То есть, если три года человек заехал на поле, и ничего не происходит, он там живет, строит, пашет, снимает урожай, о, три года, то есть, если Шимон проведет свидетелей, что он уже три года проживает на этом поле, и ест плоды этого поля на протяжении этого времени, и никто не пришел и не протестовал против него, тогда хазака переходит к Шимону. Наоборот, время доказательств переходит к Рувену. Да, уже Шимон, как бы считаешь, слушай, ну где ты был три года? Ты ему реально, значит, подарил? Ты ему реально продал? Да, мы говорим, что... Значит, то, что он остался, это его счет. Власти никого не осталось. Вот именно. Есть такое правило, что у еврея не бывает никого. Не, у Гера бывает. У еврея не бывает, что нет родственников. Паврацкин, сейчас умоляю, нет родственников. Нет, у еврея, ну по-любому, ну что-то, когда мы учим законы Яруша, там брат, сестры, двоюродный человек, то есть все отца, или не мама, или не папа, или не брат, или не... доказывать в единии, ну если в евреевском суде, однозначно, там кто-то есть, значит. А если в христоте, не в нашем суде, то там без документов какой бы ты веришь, кто-то не пришел за тебя, не заступил с собой. Документы уже. Вот задает вопрос, твой вопрос задает Мишна. То есть, с одной стороны, мы говорим, что все, презумпция пришла к Шимону, и теперь мы верим Шимону, когда он говорит, слушайте, он мне ее подарил, или я ее купил. И это логично, потому что три года человек живет на этой земле. То есть, явно он, а тот решил сейчас, видимо, получить с него второй раз. Мы ему верим. А почему три года, спрашивает Мишна? Почему три? Почему не пять? Потому что почему не год? Объясняется в Талмуде причина рефиши Адшалошаним, что до прошествия трех лет Шумерекуне Альшторо Человек обычно хранит договор купли-продажи. Вот в чем дело. Что есть какая, почему мы работаем с презумпциями? Презумпциями, это когда нет бумаги. Когда есть бумага, какие вопросы? Шумон, покажи договор купли-продажи. Шумон, достал договор, все, вопросов нет. Мы говорим про ситуацию, когда бумаги уже нету. И только твое слово против моего слова. Я держу, говорю, это мое, ты говоришь, нет, это мое. Сейчас мы говорим про землю. Но есть такое правило, что три года человек как бы еще держит договор купли-продажи. А потом может и выбросить, или потерять. Потому что как бы уже, ну все, ну сколько можно, да? Люди так долго чеки не хранят. Шумерекуне Альшторо Алим Леарель, самый минимум, да? Поэтому мы не удивлены тем, что он говорит, слушайте, поле мое, я три года здесь живу, никто ничего не претендует. Ну да, договор я потерял уже, но я, у меня был договор. В Алификаху Мримле Реувен, поэтому мы говорим Реувену, который вдруг объявился и говорит, я был в тюрьме там, или что, он говорит. Верни мне мое поле. Слушай, говорю Реувен, не вопрос. Просто, если ты говоришь правду, что никогда поле Шимону не продавал, а он просто захвачек. О, или не дарил ему ничего. Почему же ты ждал так долго? Почему ты не при свидетелях, не хоть один раз, ты бы нарушил эти три года, если бы хоть один раз при свидетелях сказал, я не согласен, поле мое. И все бы знали, что он там какими-то, да, он захвачек. И тогда твои претензии дошли бы до Шимона, и Шимон бы знал, что ему ни в коем случае нельзя терять бумажку. Понимаешь, когда у нас с тобой какая-то договоренность, и ты как бы молчишь год, молчишь, я уже спокойно, я могу ее и выбросить. До этого ты его показал другим людям, потому что оно стояло. Когда я вижу, что что-то беспокоит, я наоборот никогда не выкину бумажку. Я понимаю, что... Он до этого уже показал дину, разрядница была. Или так. Да, выкейм от шелома хитро, а из-за того, что ты этого не сделал, ты Рувен и потерял. То есть, как бы теперь время доказательства тебе. Мы не против, но доказывай теперь ты, потому что, ну, ты мог хоть раз дать и ему сказать, он бы не потерял. И всем. покажет свидетельство старое, со мной не поможет. Ты можешь после этого продал, а тот, на самом деле, первый потерял. Нет, он должен показать именно договор купли-продаж. Нет, ты не понял, смотри. Доказывает первый, как будто старый владелец. На самом деле, остался документ, что он был раньше, три года назад его. А тот новый покупатель на самом деле потерял. Ну да, там уже целая история. Как он будет доказывать? Потому что, он скажет, это твоя старая, я купил после этого, я потерял. Потому что, тогда, как ты сказал, играет тот вопрос, тот вопрос играет, когда ты сказал, что за три года он шум не делал. Сейчас вернемся к грузинским временем. Получается, эта Хазака Шалош три года, она работает с домами, с дворами, с колодцами, с полями. Сколько людей уехал, которые бросили и через 15 лет вернулись. Это что есть два ручка, там есть, там есть, там есть, Это наш дедов там. Вот, я в прием. А? Где здесь сидишь? Где здесь? Где здесь? Я в Сухумске. Я в Сухумске. И что? Сухумске, что я туда пойду? Грузинам, кто тебе сейчас вернул сюда? Я для них грузин, они играют. А я ссулюсь, вернут, вернут. Что я в Шаломот, мы ем, льем. Итак, то есть, та земля, которую человек использует на постоянной основе, поэтому то, что он пропал на три года, это очень большая редкость. Да, и презумпция переходит к оппоненту. А есть такая земля, которую человек использует редко, только в определенные моменты. Например, участок на кладбище, да, Да, в Афену, Хаскатава. Гору, там, что там можно делать? Ну да, купил какой-то участок, который ты реально редко пользуешься. О, так там не будет работать три года, потому что человек, может, и не прийти туда три года. Он купил семейный там участок, склеп, у него 10 лет все живут. Окей, давайте саму мечту быстро посмотрим, мечта не маленькая, поэтому слушаем внимательно, потом вопросы. Погнали. Итак, презумпция на дома тоже равна трем годам. К может быть, как мы объяснили, шиим муилалы габея ботим. Вя абу род, вя шихин, вя мя род, а также колодцы, траншеи, дамбы, пещеры. Ше о грим, ма гем, ма им, гдэй ле ашкот, мэ гем, это саддот, в которые, как бы, аккумулируют, являются резервуанами для воды, из которых потом питают, поливают поля. Вя шо ва ход, а также птицы фермы, вя мер ха цаот, а также бани, у бейта бадин, а также кожа изготовительной давильны, где выжимают кожи, у бейта шлахин, поля, которые не могут выращивать культуру, которую в них посадили только за счет дождей, но нуждаются в дополнительном искусственном орошении. Вя абадим, рабы, вя коль шиуо сеперот тадир, и все, что производит плоды на постоянной основе и требует постоянного присмотра, хэскатан шалошаним лиом лиом, хазака, которая переносит право, время доказательств одного на другого, равняется трём годам. То есть, если на такое поле, это поле, которое нужно постоянно поливать, за ним нужно смотреть, вдруг заехал человек, и три года там тусуется, и никто к нему не приходит, вот именно с таким, тогда мужа с хорошей жизнью, призумпция перешла к нему. Очень странно, как бы, что хозяин забросил такое поле на три года. Это ненормально. Значит, это он темнит, он действительно как-то с ним договаривался. Но если мы называем поле хозяина, это что такое? Это такое поле, которое полностью обслуживается только дождями, осадками. Там какая-то культура, которая, в принципе, хватает того, что уйдут дожди. Оно вообще не даёт плодов, а может быть, один раз в год. То есть, да, у тебя что-то там растёт, какое-то очень непривередливое что-то такое, да, что хватает дождей. Тогда, нет, тогда не обязательно ждать три года, чтобы презумпция поля изменилась, а достаточно подождать три периода выращивания этой культуры, то есть жатвы. Каким образом? Объясняет Раби Шмайль так. Шлоша Хадашим Баришона три месяца перед концом первого года и три месяца первых третьего года и, понятно, что 12 месяцев среднего года засчитываются как три полноценных года. Получается, мне даже полтора-два года не помню. Да, потому что мы говорим, что три месяца в году это как бы микс от Кекула Довей. называется часть дня как полностью. Поэтому три месяца, если ты хотя бы, мы знаем, что Рошана это отсечка для годов, для царей, это первая Ниссана. Так вот, если за три месяца до Тишрея ты на это оккупировал это поле, то после первого Тишрея у тебя уже второй год пошел, как ты на этом поле. А когда пройдет три месяца третьего года, уже как будто бы и три года прошло и все, уже презумпция перепрыгнула. Но это только мы говорим про поле такое, которое, да, бесплодовое. Арейш Мунаа Сарходыш. Арейш Мунаа Сарходыш. Получается, 18 месяцев Калумар и Мизы, когда БСД Абальш Мунаа Сарходыш это лицуфим, если то есть человек захватил поле, зашел на поле и 18 месяцев подряд был на этом поле, арейш Мунаа Сарходыш. И мы рассматриваем, как будто у него хазака три года. Потому что есть пшеница, которая уже поспела за три месяца, например, такая, такая, как Ячмень, Шиболетшуаль, Полба, Адашим, Чечевица, Венемца. А он, получается, три раза собирал урожай. Понимаете, это бизнес. То есть, как может быть, что у человека 10 камазов пшеницы там на 10 миллионов рублей поспела, а он за ними не пришел. И так было три раза подряд. У него как бы завод по производству. То есть, поэтому, если три раза на этом поле как бы спеет урожай, и никто за ним не приходит, ничего не говорит, да, это значит, что презумпция действительно будет у того, кто там находится. Потому что странно, да, Раби Акива же считал Ходыш Баришуна. За Ходыш Бахруна Раби Акива еще умничал. Он говорит, одного месяца достаточно конца года и одного месяца третьего года. То есть, 12 месяцев. И 12 месяцев посредине. То есть, всего 14 месяцев, говорит, уже засчитаются ему как три года. Раби Ишмаэль совершен Хазака Бехалат Яракот. Да. Потому что, потому что есть, говорят, такие овощи, которые за один месяц поспевают. Например, овощи. За 14 месяцев он мог спокойно собрать три урожая овощей. Однако, Раби Ишмаэль считал, что Но Раби Ишмаэль говорит, что мы не будем ориентировать Хазаку на овощи, а будем ориентировать на главные культуры, на злаковые. На плоды и на злаковые. На пшеницу, там, ячмень, такие вещи. Скал Раби Ишмаэль, о чем идет речь? Что 18 месяцев могут засчитаться как три года. Речь идет про поле белое. Такое белое поле, где растет белый, чистейший воды. Неразбавленный. Нет, так на самом деле не колумбийский. Так называется твуа. Пшеница. Потому что пшеница собирается в один промежуток времени. И поэтому, так как пшеница, у нее жатва за три года только три раза, ляфиках царих шмунааср ходыш, тох шалош шаним. Поэтому тебе нужно минимум 13 месяцев, 18 месяцев из трех лет. Как мы объяснили. Но, что касается, если у тебя поле не злаковое, а из деревьев у тебя фруктовая роща. И разное, там у тебя инжир, корольки, что угодно растет. И каждый в свое время если он собрал пшеницу, собрал виноград, или собрал оливки, или собрал инжир, чтобы его сушить, тогда мы рассмотрим это как три года. Сама эта сборка, хоть он собрал виноград, потом оливки, потом инжир, он собрал разные культуры, у него роща из разных деревьев, но мы посчитаем это как три сбора урожая и скажем, что у него есть хазака. Хотя это в одном году произошло. Да-да-да. Объясни, пожалуйста, вот я не понимаю, когда человек собирает урожай, есть же разница использования стоимости земли, поля, аренда, а есть дальше стоимость урожая. Вот это как-то предусматривается, когда, хорошо, например, я выращиваю урожай не на своем поле, но я живу, выращиваю, я как бы трачу силы, время и так далее. Да-да-да. То есть все, что остается на поле, это же мое, я только должен заплатить за аренду поля. Ну смотри, есть три вида, да, Мишны, мы это учили до прошлой ПЭРЭК, и существует три вида, есть АРИС, человек, который работает за долю в урожае, то есть твое поле моя работа, но 40% от урожая мои, как работника, и все, процентах. Есть фиксированная договоренность, то есть неважно, ты мне платишь тонну апельсинов с моего поля, хоть 100 вырасти там, хоть полтонны, но заплатишь мне тонну, это фиксированная, а есть, да, партнеры, они входят, то есть да, есть разные договоренности, здесь другое, здесь мы по тому, как он собирает плоды, пытаемся понять, кто хозяин поля, понимаешь, человек зашел на поле, там, что-то собирает, яблочки собирает, корольки, три года, три по урожая, никто не приходит, вдруг ни с того, ни с сего прибегает какой-то человек, говорит, слушай, поле мое, ты что здесь делаешь, а мы спрашиваем, а где же ты был, три урожая, он собирал у тебя, урожай, ты ничего не говорил, да, если три урожая прошли, мы скажем, что презумпция, время доказательств на том человеке, который вдруг появился, потому что странно, почему он не возражал все это время, вот, да, мы тоже говорили об этом, да, что он всегда в тюрьме, возможно, это будет, то есть вот Байдин спросит, объясни причину, по которой ты отсутствовал, если он действительно докажет, что у него никакой возможности не было появиться, то, да, тогда возможно будем пересматривать, но, но время доказательств на нем, но Аллаха не идет по мнению раби Акивы, не идет по мнению раби Шмейна, а идет по мнению Танакамы, что не важно, это белое поле, мы сказали, белое поле, это чистейший урожай пшеницы, да, саде абаль, у бен, саде и лан, и не важно, это злаковое поле, или это фруктовая роща, три года, мы всегда говорим, мы всегда рассматриваем урожаи, не считаем урожаи, если было три периода сбора урожая, и человек на этом поле, и никто ни разу не подошел, и не выказал ему никаких, да, ни соседей, никто вообще, вот просто, да, все как бы спокойно приняли то, что он зашел на поле, и там командует, собирает, то он получает презумпцию, он теперь презумпция, что он хозяин поля, и теперь, если кто-то захочет это оспаривать, он должен принести бумаги, доказывать, объяснять, и так далее, вот такой вот был красивый старт, новой главы, Баба Батра, Хэска Саботим, а мы с вами, сейчас, скажем, да, наша учеба была, за Хейну, Коль Бит Исраиль, Антоним, Бет Сара, Бет Сара, Бет Сара, Зав, Весдеравление, Исак, Бен Мирьям, Арон, Довид, Арон, Довид, Бен Ревекка, и Ильягу, Довид, Бен Мирьям, Николай, Бен Таисия, а также, ловдиль, махаим, ламитим, лейлу, нишмат, кинадь, бен Хер, шев, бедр, бен Абрам, хайм, хазан, бен Сה. ГОН. Довид, ГОН. Продолжение следует... Друзья, желаю всем хорошей недели, успехов, а я с вами на этом прощаюсь. Шалом, шалом, Якуша, Миша, всем пока.